Всем привет! Приготовим сегодня очень вкусный, интересный, легкий, сочный салатик. Продукты все простые, доступные, готовятся легко, просто, быстро. Все, как я люблю. И для приготовления мне понадобится лук репчатый. Я возьму половинку, много не нужно. Луковица у меня крупная. Лук нарезаю небольшим кубиком. Если лук очень злой, можно отдать его кипятком. У меня лук такой нормальный, поэтому я этого делать не буду. Отправляю лук в глубокую миску. Одно яблочко, желательно не рассыпчатое, сочное, кисло-сладкое. У меня сорт Гренни. Яблоко очищаем от кожуры и семян. Яблоки режем произвольно, но не крупно. Примерно так же, как мы резали лук. Вот не такие небольшие кусочки. Резанные яблоки отправляем в ту же миску, где у нас находится лук. Сюда же добавляем немного горчицы. Вот так. Перчик. Черный молотый или смесь перцев. И сюда же добавляем чайную ложечку уксуса яблочного 6%. Уксус можно заменить разведенной лимонной кислотой или соком лимона. Все это хорошенечко перемешиваем и оставим постоять на столе. Вы знаете, продукты в составе салата очень простые, но сочетание получится очень интересное. Рецепт такой незаезженный и для меня он новый. Мне очень понравилось, поэтому и с вами тоже делюсь. Теперь мне понадобятся грибочки. У меня шампиньоны. Грибочки я буду резать не очень мелко. В оригинальном рецепте грибы отвариваются, но я их обжарю, так они будут менее водянистыми и вкус у них будет более насыщенный. Но если вы будете брать лесные грибы, их обязательно нужно предварительно отварить, а потом уже обжарить. В сковороде я разогрела растительное масло, перекладываю сюда грибочки и буду обжаривать. Засушивать грибы не нужно, нам нужно их только слегка подрумянить. Теперь самое время грибочки слегка посолить. И я еще добавляю перчик. Все это хорошо перемешиваю и выключаю огонь. Грибы переложу в миску и дам им остыть. По желанию грибам можно добавить немного рубленой зелени, но это не обязательно. У меня петрушка, я добавляю. Так, знаете, для контраста все это перемешаю. Собираем салат. Можно выложить его просто на блюдо или в салатник. Я воспользуюсь кольцом от разъемной формы. Если кольца нет, ничего страшного. Устанавливаем на блюдо. Кольцо у меня, кстати, размером 20 см. Яйца заранее отварила вкрутую. Порублю их небольшим кубиком сразу же на блюдо. Первым слоем будут яйца. Я привыкла резать вот так вот ножом. Если вы опасаетесь, то можете порезать, конечно же, на разделочной доске. Либо натереть яйца на крупной терке. Яйца распределяем равномерным слоем. Уплотнять ничего не нужно, чтобы салат был воздушным. Слегка подсолим. И сверху делаем сеточку из майонеза. Следующим слоем выкладываем консервированную кукурузу. У меня здесь половина большой баночки. Все продукты и их количество будут указаны в описании под видео. Поэтому всегда можете туда заглянуть. Снова делаем сеточку из майонеза. Не хотите использовать майонез, возьмите сметану или натуральный йогурт, например. Следующим слоем будем выкладывать яблочки с луком. Кстати, посмотрите, яблоки совсем не потемнели. Я на всякий пожарный случай накрывала еще миску в контакт с пищевой пленкой. Но даже если бы этого не делали, здесь есть уксус и все было бы нормально. Распределяем яблочки с луком равномерным слоем на кукурузу. Сверху также делаем сеточку из майонеза. Можно, конечно же, промазать майонезом, но тогда салат не будет таким воздушным. Завершающим слоем выкладываем обжаренные грибочки, уже остывшие. Грибы промазывать майонезом не нужно. Я просто украшу вот таким вот образом. Сделаю полосочки. Салату можно дать пропитать, настояться хотя бы полчаса. Но оператор у меня, как всегда, голодный. И я думаю, что полчаса он не выдержит. Поэтому сразу же будем пробовать. Снимаем кольцо от разъемной формы. Аккуратно. Так, прокручиваем. Ну, красота же получилась, согласитесь. Если вы хотите, чтобы салат отлично держал форму, тогда можно, конечно же, слои промазать майонезом. Но в этом случае он не будет таким легким и воздушным. Конечно, пробую. Прямо с общего салатника. Вкуснота! Сочный, легкий, нежный, воздушный. Кисло-сладенькое яблочко, лучок слегка чувствуется. Вот так. Обязательно попробуйте приготовить. Ставьте лайк, если понравилось. Всем приятного аппетита. И пока!